Положительная динамика темпов экономического роста – главная новость, прозвучавшая в прямом эфире. Не подвели основные столпы, промышленность и сельское хозяйство. Аграрная сфера и вовсе стала одним из ключевых драйверов. Об этом говорят и цифры. В январе-октябре прирост составил 13%, в то время как по России всего 2%. Повсеместное внедрение роботов в сельхозпроизводстве – один из основных инновационных подходов. Но не определяющий ключ к успеху – хозяйственный подход в целом. В последнее время мы активнее, чем многие другие регионы РФ. Возвращали и возвращаем в оборот сельхозземли, которые были заброшены в 90-е. В этом году мы перешагнули рубеж в миллион гектаров пашни. Надо сказать, что это очень серьезная цифра. Еще одна, более чем серьезная, рекордная цифра – урожай 2020. Причем и по зерну, и по масличным культурам. И это в очень сложный год. 2 миллиона 930 тысяч тонн зерна и 360 с лишним тысяч тонн масла семян. Такого в истории рязанского земледелия вообще никогда не было. Причем урожайность, она в разы выше, чем даже в советское время. Кроме того, по молоку за три года производство молока у нас в регионе выросло на 30%. А главное, что доля молока высшего сорта впервые превысила 90%. Еще одна локальная, но стратегическая победа в период пандемии – серьезные льготы для малого и среднего бизнеса. Пакет преференций для предпринимателей привел регион в топ-15 по стране по количеству видов поддержки. Налоговые преференции предоставлены нами на общую сумму почти 680 миллионов рублей. А по итогам третьего квартала мы присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. На все вопросы рязанцев Николай Любимов отвечал охотно и честно и про достройку домов, и про желтый дым, который появился, по словам виновников, из-за петарды. Озвучил губернатор и свою личную позицию по возможной передаче горводоканала в частные руки. Николай Любимов против концессии. А что касается вопроса о чистоте воды в области, то у власти региона здесь большие планы. В 2021 году, в следующем году, по программе «Чистая вода» у нас в регионе планируется построить 8 серьезных объектов для очистки воды. Стоимость строительства этих объектов почти 174 миллиона рублей. Причем строительство будет профинансировано из федерального бюджета прежде всего. Это три объекта в Сапожке, один в Рязани, два в Скопине и, внимание, Людмилу, два в Клепиках как раз будут построены. Реконструкция моста – одна из самых животрепещущих тем для рязанцев. Губернатор пообещал закончить работы летом следующего года, но уже в декабре здесь запустят одну полосу. В следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 250 километров автотрасс. Еще одна крупная стройка «Онкодиспансера» завершится в 2022. Стоимость строительства и оснащения более 5,5 миллиардов рублей. По уровню и качеству услуг диспансер будет лидером в Центральном федеральном округе. заключил губернатор Максим Васильев, телекомпания «Город». В Eh익ов, телекомпания «Город».